всем привет друзья сегодня я получил вот такую желтенькую посылочку судя по упаковке это магазин banggood и посмотрим что находится внутри чуть я не понял немного я вижу на упаковке надпись h8c при том что я заказывал другую модель так друзья однозначно на упаковке квадрик джерси h8c хотя я заказывал новенькую модельку h8d ладно откроем коробку смотрите все таки это h8d в очередной раз мне прислали инженерный образец не переживайте вы такой образец не получите при заказе вас будет полноценная коробка на которой будет написано джерси h8d но меня она конечно заставила понервничать я уже думал что мне очередной h8c пришел и так это новенький квадрокоптер от бренда джерси это суббренд вл то есть он так вот выглядит квадрик это полная копия джерси h8c у меня кстати есть до сих пор на руках самый первый мой черный квад то есть вы видите что разница в принципе никакой абсолютно нет никаких внешних изменений абсолютно я не вижу конечно же установлена другая камера это само собой понятно так как этот квад имеет fpv комплект но моторы шестеренки винты корпус все это осталось абсолютно тем же и соответственно плюс и минус эти квадрокоптеры будут иметь одинаково вкратце по модельки h8c я назову основные плюс это классный внешний вид мощная двухбаночная батарея которая дает возможность устанавливать на него даже gopro что я вам абсолютно не советую делать но полеты с камерой mobius получаются просто на отлично этот квад тянет mobius без каких-либо проблем одно удовольствие от полетов очень классный резвый мощный квад но теперь поговорим о минусах минусы это моторы моторы ходят буквально 20 30 40 максимум вылетов и требует замены поэтому при покупке квада джерси h8c задумайтесь о том чтобы взять запасных как минимум четыре мотора и два три запасных аккумулятора продолжим распаковку джерси h8 d имеет он вот такой вот красный дизайн прикольно кстати выглядит в комплекте две ноги 4 защита винтов вот такой вот экранчик где-то я уже видел подобные по-моему на вал то есть ну конечно же тоже есть бренд вал то есть и вот такая вот аппаратурка которую я видел на квадрике джерси h12 си здесь у нас находится комплектация а здесь должно находиться зарядное устройство и так обратите внимание как у меня вилку положили даже не представляю для каких целя на мне но можно собрать из них что такое бутерброд при том что вилка здесь все-таки европейская на зарядочке зарядка стандартная 7 а 4 вольта 450 миллиампер час на полный заряд аккумулятора уходит как минимум час времени данном пакетике у нас находится комплектация то 4 винта все они имеют черный цвет маленький usb картридер отвертка зарядное устройство для монитора и вот такая вот 5 и 8 гигагерц антенка который используется для установки на монитор ну и конечно же в комплекте инструкция и сейчас мы перейдем к сборке данного квадрокоптера начнем с установки в принципе как я уже говорил никаких отличий от модели h8 си нет но обратите внимание на камеру она все-таки новенькая должна наверное сниматься пока не вижу как точно скорее всего держится она на тех же защелках я думаю что ее можно будет использовать на других моделях имеет она вот такую тантенку которая здесь вот так мило закреплена и все это дело питается от стандартного аккумулятора на 500 миллиампер в час вот такой вот двухбаночный аккумулятор здесь у нас батарейный отсек размеры которого позволяют установить аккумулятор немного больше емкости но я вам это не советую делать так как я уже говорил моторы в данном кваде долго не держатся так как нагрузка на них очень серьезно сбоку на камере установлена карта памяти емкостью в 2 гигабайта по квадрику у меня в принципе наверное все включая на нем сразу питание подсветочка осталось той же сзади у нас красные светодиоды спереди белая по бокам синие светодиоды их видно очень хорошо прикольно летать на данном квадрике ночью или в темное время суток и так прикрутил я антенну и перейдем к аппаратуре управления питается нас от четырех пальчиков батареек включаем ее выполняем стандартную привязку итак по аппаратуре она полностью идентична модели h12c имеет вот такую плавную регулировку расходов но исходя из того что я ранее тестировал же модели h12c я вам скажу так даже на стопроцентных расходах мне не очень понравилось как летает моделька h12c кстати стики здесь переставляются без каких-либо проблем вот так вот они конструкции имеют но нам это абсолютно итак вот такой вот нюанс только что произошел ни в коем случае не повторяйте то что я сейчас делая при включенном квадрокоптере и аппаратуре управления попытался достать стик газа как вы видели квадрокоптер сам взлетел я еле успел его схватить за ногу так как он начал крушить направо и налево всю подряд никаких правда повреждений он не себе не чему не нанес но имейте это ввиду ни в коем случае не повторяйте то что я сейчас делал и так опять включаю квадрокоптер и включаю экран здесь у нас маленький переключатель есть вот что мы видим на экране экранчик очень и очень тусклый я даже не знаю что здесь можно рассмотреть думаю что яркий солнечный день абсолютно ничего видно не будет очень маленькая яркость то ли экрана то ли яркость на камере очень маленькая никаких пленок в данный момент я не вижу задержек никаких нет работать вся эта система на частоте 5 8 гигагерц это аналоговый сигнал здесь соответственно никаких задержек быть и не может это очень круто думаю что дальность как минимум будет метров 100 можно будет использовать другую антенну на видео прием также можно будет без проблем установить другую антенну типа клевер на сам квадрокоптер точнее на его камеру но мне уже не нравится яркость не знаю может быть вам по камере не будет видно но я глазами вижу что яркость очень минимальная попробую сейчас какой-нибудь другой экран взять в руки у меня есть аналогичные экраны от других моделей я нашел рядом аппаратурку от квадрокоптера ggrc в 686 в лтс в 686 это одна в принципе модель как вы видите он без проблем подцепился камере от ggrc h8d и обратите внимание яркость экрана на правом мониторе немного выше при том это аппаратура от ggrc в 686 хотя если снять защитную крышку здесь есть надпись в лтс как я уже говорил ранее это один бренд так попробую снять защитную крышку на этом экране делается это очень туго честно говоря не получается у меня с этой стороны и отстегнуть но но здесь я точно не вижу надписи валтойс а на этой аппаратуре у нас есть надпись валтойс и антенна на прием используется вот такая большая не знаю как это будет на дальность приема влиять так как диапазон 58 гигагерц в принципе можно вытянуть и с маленькой антенкой расстояние 100 метров можно без проблем покрыть с помощью стандартного такого диполь антенны углы обзора на этих мониторах также не очень качественные как вы видите по правому монитору инверсия у нас очень серьезно сейчас попробую показать на этом ну здесь в принципе инверсия все-таки меньше если смотреть на него прямо то изображение как я уже говорил темное но если немного наклонить его вниз то становится на более светлым и комфортным для глаз соответственно и под вот таким вот углом также она намного светлее конечно же в пиве на базе такого комплекта это очень бюджетный вариант я тестировал дальность ggrc в 686 и получил результат около 100 метров уверенного приема конечно же были небольшие помехи но в принципе использовать его можно было но на таких моделях я все-таки не советую вам отлетать более чем метров 50 60 от себя расстояние управления здесь метров 100 точно есть может быть даже больше но видеоизображение работающие на частоте 5 8 гигагерц отпадет раньше и вы просто потеряете квад по поводу камеры здесь установлена стандартная камера с узким углом обзора и очень конечно хотелось бы установить на нее широкоугольную линзу я считаю что можно будет произвести такой мод так как на модельку 686 я уже заказал несколько линз и буду пытаться установить линзы на нее я знаю что в интернете многие пользователи уже устанавливали линзы на них и они после этого имели более-менее приличный угол обзора то есть больше подходили для полетов по fp и итак попробуем небольшой подлёд произвести на данной модельки летает он в принципе точно так же как и джерси h8 си очень неплохо нормальная тяга не знаю что у меня сейчас здесь мало места я не буду его на большее время поднимать воздух по модельки я скажу так думаю что здесь установлена стандартная камера на 0 3 мегапикселя сейчас попробую записать небольшое видео на камеру квадрокоптера джерси h8 д посмотрим как он у нас пишет видео что из этого получится я думаю что здесь ничего особого не будет разрешение камеры думаю не более чем 0 3 мегапиксели также попробую сделать несколько фотографий расскажу по аппаратуре управления здесь у нас есть кнопка которая запускает видеозапись кнопка для фото снизу кнопка которая меняет местами режим управления моды 2 и моды 1 но не советую ее нажимать так как нам по умолчанию нужно чтобы газ был с левой стороны и здесь есть кнопка return сейчас расскажу какую функцию она имеет и так выполняем стандартную привязку когда квадрокоптер находится к вам задней частью вы находитесь сзади него и выполняете привязку вот таким вот образом то есть после включения джойстик вверх вниз в этом случае квадрокоптер запомнит ваше положение то есть что вы находитесь данный момент сзади него после этого в воздухе нажимаете кнопку return и квадрик должен начать самостоятельно возвращаться к вам но имейте ввиду что делает он это очень примерно нужно контролировать газ самостоятельно и когда вы увидите его в поле зрения нажимаете правый стик в любой из сторон и в этом режиме квадрокоптер переходит в режим headless отключу режим то есть в режиме headless неважно какой стороной к вам будет находиться квадр можно даже по диагонали нажатие на вперед будет приводить к тому что квадрокоптер будет лететь вперед то есть он будет по диагонали но лететь вперед это очень крутой режим для новичков или же полетов на большие расстояния по камере я не советую летать в этом режиме нужно использовать стандартный не headless режим флипы у нас выполняется с помощью нажатия этой правой кнопки сдвига стика и с помощью левой кнопки можно включать выключать подсветку на самом квадрокоптере вот так вот это выглядит отключается вся подсветка кроме красных светодиодов сзади и осталась последняя кнопка с помощью которой можно регулировать расходики на данной модели нажимаем на нее попадаем в такую менюшку и с помощью включения этого переключателя устанавливаем нужные нам расходы можно установить от 10 до 100 процентов после этого нажимаем на кнопку еще раз вот такой вот квадрик новая модель GGRC H8D магазин Banggood ссылку на покупку я укажу в описании и сейчас я вкратце назову основные плюсы и минусы этой модели плюс это конечно же довольно таки приличная грузоподъемность как для маленького квада я знаю что на эту модель устанавливали камеру gopro без бокса это почти 70 грамм веса не советую конечно gopro сюда вешать но камеру mobile сюда можно установить без каких-либо проблем отстегиваем модуль родной камеры и устанавливаем туда mobius на липучки можно в принципе попытаться установить mobius сверху на родную камеру но имейте ввиду что mobius весит почти 38 грамм и это довольно таки приличная нагрузка для этого квада то есть вот здесь грамм 20 стандартная камера еще 38 mobius советую вам для видеосъемки все-таки убирать стандартную камеру а для полетов по fpv выбирать mobius плюсы как я уже говорил это грузоподъемности прикольный внешний вид плюсы наверное отнесу fpv комплект но сейчас есть множество моделей которые имеют полный fpv комплект включая камеру работающий на частоте 5 8 гигагерц и экран который имеет приемник работающий на этой же частоте конкретно какая частота используется в этой модели я вам сейчас не назову но я думаю что ее можно будет без проблем поймать каким-то другим приемником для того чтобы иметь возможность записать или же получить какую-то большую дальность возможно приемник который используется в данном мониторе имеет не очень большую чувствительность теперь поговорим наверное минусах минусы конечно же это моторы квадрокоптера думаю что модель h8d ничем фактически не отличается от модели h8c и ресурс моторов здесь порядка 30 вылетов то есть имейте ввиду покупая этот квадр запасайтесь с моторами как минимум 4 моторчика советую вам прикупить неважно какой полярности с какими проводами в любом момент провода можно переставить другой стороной мотор при этом начнет крутиться в обратную сторону шестеренки у нас здесь открыты в принципе как и в многих других моделях крутятся винты довольно таки легко смазывать ничем я их не советую по поводу дальности и думаю метров 70 100 максимум при том на 100 метрах уже будет приличные помехи но это честный fpv комплект который работает на частоте 5 8 гигагерц то есть никаких задержек ничего прочего не будет есть у других моделей в пиви комплекты которые работают на 24 гигагерца но я мах покупки не советую так как летать по камере в данном случае будет просто нереально они нужны только для того чтобы контролировать что в данный момент снимает камера так как там будет однозначные задержки и просто не сможете летать по камере здесь же можно будет без проблем на небольшой высоте летать по камере между деревьями думаю что это будет очень круто в принципе наверное по этой модели сегодня все ссылку на покупку и укажу в описании стоимость в районе 120 долларов на магазине banggood всем спасибо за внимание с вами был гений канал за best review подписывайтесь на канал вступайте в нашу группу вконтакте задавайте там вопросы посетите нас с текстовым обзором и там вы найдете много чего интересного если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк всем спасибо за внимание всем хорошим встречи и до новых встреч до новых встреч